Софокл Я не пытаюсь какой-то литературический обзор подробный Просто роль в истории Проявление ментальности Больше к религии и истории Это относится, этот обзор Прожил тоже 90 лет То есть долго они жили Несмотря на то, что войны были и так далее Но по мнению древних Традиционные биографии То есть он родился 496 год до нашей эры В Афинах 16 лет ему было Во время событий греко-персидских войн Вероятно участвовал 16-17 лет, насколько я понимаю, они уже воевали тогда И вот тогда же он начал В плане искусства Руководителем хора был при Соломинской битве Его выбирали они стратегом Ну то есть демократия была Если им люди нравились, вот им пьесы его понравились Они его избрали кланокомандующим Хотя понятно, что пьесы писать это одно А командовать флотом это другое Ну было такое То есть он два раза был стратегом Командовал войсками Афинской республики В основном был, естественно, драматургом 469 год, первое его Разведение по старой первой трагедии То есть ему Получается не было еще 30 лет Ну и ему приписываются 123 трагедии Из которых дошло до нас немного У Софокла была репутация такой богемы То есть он был такой веселый В праздниках всяких участвовал Хотя он писал трагедии Тем не менее характер у него был веселый Как рассказывает Платон Он был друг Геродота известного Про зайка и историка Он реформировал трагедию То есть он ее как раз приблизил К тому, как мы это понимаем То есть если при эсхиле Это во многом еще был именно диалог с хором То есть это больше какое-то пение С речитативом Софокл увеличил число актеров до трех Основную все Весь акцент основной перенес на диалог Между актерами Хор стал второстепенную роль играть Софокл также начал вводить декорации И насколько я понимаю Костюмы и маски То есть именно у Софокла Это все уже стало В основном диалогом А не каким-то пением С аккомпанементом С речами параллельными Кроме того Софокл окончательно доработал Поэтику драматургии В значительной степени есть Эсхилу Софокла это уже в полной мере То есть основа драматургии Это диалог и столкновение разных позиций То есть диалог и конфликт Как правило Сталкиваются люди С противоположными жизненными принципами Но особенно Креонт и Антигон Хорошо известно Ну и другие тоже Пьесы То есть противоположные взгляды Они вступают в агон В соревнования То есть вот этот агональный Демократический характер Пиетической культуры Все спорят Как у них и политика Так вы видите Все постоянно спорят И в итоге какие-то решения принимают Антигона Наиболее известная Безусловно Трагедия Ну там конфликт Конформизма и долга То есть Антигона Выполняет свой долг Несмотря на то Что общество против нее Креон как раз Концепция конформизма Излагает Что нужно подчиняться Властям Антигона Делает как надо То есть по справедливости И поэтому Безусловно Трагедия Любима Ну и это Демократический идеал То есть да Власть для нас Не важна Для нас важна Справедливость То что и Сократ Излагал Для нас важно Следовать своему долгу Поэтому кстати Всяческие стойки Тоже любили Антигона В целом И любили Софокла Электро Другая известная Это все Все те же истории Об аресте Любимые Трагиками Классическими То есть арест Убивает свою мать Но Софокл Вводит там еще Электру То есть Дочь Клетимнестр Клетимнестр Котра убивает Арест И вот эта дочка Клетимнестр Она тоже Решила убить Свою мать Тоже там Длительные речи Произносит Колеблется И все такое Дискутирует А арест Больше такой Уже Уже целенаправленный Он уже сразу Решил Что надо убить А вот Клетим Электро Она что-то там Колеблется Обсуждает Эдип Хорошо Так же Известен Именно У Софокла То есть Больше Даже Софокла Об Эдипе Писал Которых Известно Убил отца И вступил В брак С собственной Матерью Потом он об этом Узнает И значит Воспринимает Как кору богов При том Что сам он В общем-то Морально Ничего не знал И Морально он Чистый Даже в общем-то Добродетельный Человек То есть Добродетельный Человек оказался В такой ситуации Когда он Совершил Оказывается Самые страшные Преступления Какие только Греки могли Придумать Типа убийства Собственного Отца И вот Он страдает По этому поводу Ну вот Такие в основном Сюжеты Такие там Были трагедии У Софокла Ну Фрейду Вот так понравилось Про Эдипа Что он прямо В основу психологии Решил эту историю Положить Хотя я считаю Что эта история Частная И Она на самом деле Не об инцесте А о судьбе То что человек Поступает правильно Но судьба Его все равно Преследует Об этом трагедии А совсем не о том О чем ее Фрейд читал Этически Основной конфликт По-прежнему Между Фатумом И Человеком Ну то есть Вот Есть боги Которые все решают И они решают все По собственной Совершенно воле Исходя из собственных Соображений И Не спрашивают Они человека Причем За малейшие преступления Они человека карают То есть Такая там Картина мира Видимо Традиционно греческая Тем не менее Человек Хотя он слабый Он в каких-то Своих рамках Принимает решения И берет ответственность У Софокла Там это у него Хорошо И это В европейскую культуру Пошло То есть Несмотря на то Что Судьба И даже боги Жестокие И даже Несправедливые Человек все равно Должен следовать Своим нравственным Убеждениям Вот идея основная Софокла И ее позднее Все поняли И все ее одобрили Ну Основная часть Произведений Которые до нас дошли Это посвящена Эдипу Конечно Эдип в колонии Царь Эдип И так далее Есть у него Немножко на тему Троянской войны До нас дошедшего Ну А вот Основные Темы И основная мораль У Софокла Продолжение следует